Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и грешного. Номер 217. События дня. 2 Фессалоникистом 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. За 16 июля 2016 года. Ну, пока рассмотрите важные материалы, публикуемые сегодня. Ну, дальше. Мы выставляли ролик в воскресенье. Попытка смакетировать возможную атаку Роспотребнадзора 10. А сегодня 17 июля 2016 года. И в пятницу как раз этот случай показал полностью. Все, что мы макетировали, так и получилось. Так же приехала милиция, как себя ведут и прочее. Что интересно, милиция как один. Ну, не считая мальчишка там приехал. Пузатые. Вот никогда не встречал в приказах государственного масштаба, чтобы это слово встречалось. А Нургалеев применил его по отношению милиции. Уволить этих пузатых. Они ничего не могут. Они только могут пожирать и блудить. Кого он может поймать, что Шерлок Холмс? Нет. И вот как на подбор. И мне стыдно ничего. Пришел воевать против детей. Он их не собирал. Денег не давал. А что сказали, то и будет делать. Но что безопасно. Чтобы домой он мог приволочься с любовницей. Там с какой-нибудь шлюхой. Все же пишут, рассказывают. Оборотни. Страшное состояние страны. И кого только не ставят на эту должность. Ну, любое рассуждение. Начни говорить. Человек, если маленький, просто. Ну, ходит в церковь христианин. С него спрос. Ты уже христианин. Ну, а если этот христианин при церкви работает. Ну, спрос больше. И под яхон, яхон. То есть, теоретически предполагается, что он более нравственный. Более полезный. Вот священник, иерей, протеерей. Не то, чтобы толклись вокруг архиереев. Где поближе. Где помягче. Где послаще. Вот епископ. Архиепископ. Митрополит. Патриарх. Понятно, что с патриарха спрос. Не как с иподьякона. Поэтому все видно. Он над толпой поднятый весь. Видно до подошвы. А который маленький, его в толпе-то и не видать. Так в милиции. Ну, поднимается выше. Звание. Генерал. Наконец, министр внутренних дел. Ну, и по порядку рассмотрите. Какие только не были на этом месте. Вот его ставят. Но он-то сам понимает, кто он. И зачем он. Люди-то ищут справедливости в этих органах. Ягода занимал должность. Хорошую. Хорошую. Как люди приветствовали его смерть. Как будто бы выбросился в окно. Их со стула упасть он боится. А то бы в окно. То есть пришло время решка банщика, как говорится. И дальше-то по порядку идут. Вот, которые по сегодняшний день-то нормально все как будто бы вдруг обнаруживается. Все это квартирами торгуют. Почему безбожие? Безбожие. Безбожие. Господь говорит, что Дух Святой придет и обличит мир. О грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в меня. О грехе. Грех один смертный. Один. Ни семь, ни двадцать. Но в нем заключены все. Почему он такой? Потому что в Бога не верит. Что не верует в меня. Почему он разводится, жен меняет? Потому что так-то. Почему он отпускает преступников? Потому что в Бога не верит. Почему неправильное суждение выносит? Почему банды заставляются из милиции руководить женщинами, убивают и убивают людей? Потому что не верят. Главный грех не верит. А его этот грех насаждали, культивировали. Изничтожали. Вот сейчас детский лагерь наш верующий. Ну разве они не знают, что здесь не два года, а сорок пятый год. Ни копейки государство не вырешило. То есть обобрали полностью. Ничего нет. Привозят людей, детей, у которых ничего нет. И я ими занимаюсь. Ну маленько прикинь на себя, возможно ли это. Ну только заезд сделал, я девять ребятишек завез, семеро бесплатно полностью. Их кормить надо хлеба. Ни копейки. Чужие дети разъезжают, все больше никогда их не встречают. И лето целое. Месяц второй они находятся здесь. Старается жена обшить, их материал дают. Вот женщина давала, она прям на днях погибла. Организация такая, их Валер называлась, Семицветье. Авраменко Валентина Николаевна. Сидел за рулем, не смотрел и подсунул ее под пояс. Вот. И я должен ходить, убеждать. Кто-то помогает. Ведь ходить-то надо ходить. Глаза, говорит, сивки наиметь. Просить, если для детей, а надо потратить на себя. Но у нас-то этого нет. Мы с детьми вместе питаемся. Все с ними вместе. И спим, и едим, и в баню идем. Все одинаковое. Смысл тот. Не то, что я с детьми. Я ни с кем не хожу. Ни с кем никогда. И спрашивать не еще. И сплю-то я спал, если раньше с детьми. Сейчас я отдельно. У меня сидит, дядка Мороз, спрятается. Там все занимаются ребята. И вот всякую мерзость сейчас пишут про лагерь. А был-то нет. А почему? А вот ложное понимание свободы. В интернете можно вместо фамилии свои цифры подставить. Ну, на любого. Посмотри, какое-то место в фотографии. Пустота или машина, храм. И он городит, что угодно. Почему? О грехе, что не веруют в меня. Неверующие. И попы неверующие. Вот он нападает, говорит, где-то вот и такое я стихотворение написал. Смеется, корежится, рожи строит. Поп. Ой-ой-ой. И чего же мы дальше-то ждем? Ну, терпению Божию будет когда-то конец. Что они занимаются заключенными? Люди делаются другими. Они не могут быть. Ученик не выше учителя. Я встречаюсь с ними. Из детских лагерей оттуда приезжают. Что они там делают? Православное лагеря. Военному делу учить обязательно. Обязательно. Закрывают там. Отрек вот этот закрыли. Вот сейчас закрыли в Абакане. 354 ребенка. Отправили домой. Что там было до конца не знаю. Что кормят объедками. Отравляют. Дети тонут. Где? Милиция-то где? Почему не проверяют их? У нас проверяют уже? Все проверили. Ничего нет. Не по их нормам. Да я и не могу. И никогда. Ты меня ограбил. Все отнял. Я пропитался день. На подножном корме. А почему не по моим нормам? Он написал нормы. Чтоб кастрюля была. Нашли там пятнышко. Отбитая эмаль. Дети роняют покрышки. На покрышке. Ну и что? А это вот ржавчина там где-то. Ну какая ржавчина? Откуда она? Да я не в кастрюле. В любом чугуне могу съесть. Было бы что есть. На два дня, Владя, 21 кирпич хлеба нормальный пищет. На два дня еще и сухари запаси. Дети. Они бегают и играют каждый день. И как горит. Говорит. Не надо за дедушку ложечку. Ложечку за бабушку ложечку. Это все видно. И вот вчера одна пишет. А еще хотела написать. Посмотрела, как комиссия третья-то приезжала. И мне очень понравилось, как вела и держала себя Галя Загуляева. Доброжелательно, ничего не скрывая. И видно, что и проверяющие к ней расположение имели. Это очень мудро было назначить ее на это дело. Сегодня как раз она выезжает. События дня вчерашнего. Специально топим. Кто будет топить баню? Все сидят. Топить баню это означает воды. Шланг не доносит. Не доходит. То украли шланг. Колодца нету. Самим надо было копать. Мы лето потратили. Все эти. Да ладно, Павел, брат, помог тут талю поднимать. Эти кольца бетонные. Обратился в администрацию края. Я тут был Евдокимов Михаил Сергеевич. К его заместителям. Привезли щебенки крупнозернистого песка. Как эти переходы делать? С метрового на полтора метра, чтобы вместимость больше была в колодце. Внизу полтора метра диаметра кольца. А вверху метр. Но он же провалится. Вот это промежуточное. Две с половиной тысячи промежуточное. Сделано. На что обопрется-то? Арматура. Сами лили. Достань, все сделай. И зачем мне это нужно? И баня с детьми возятся. Наказывают. Кто с мальчиками идет. Но тоже воды-то там не безразмерно. А льют они не понимают. Руку поставил, тазик опрокинул. Другому нету. Ну эгоисты. А девочки там зайдут с ними. Чтобы не обожглися. Мужчины-то обслуга рабочая. Им попариться надо. Этим жарко. Это интересно. Ласточка. Открыта была баня. Я с предбанника вывела. Улетели ласточата. Так она залетела внутрь бани. И прямо возле котла свела гнезду. Ну пришлось закрыть. И уже одно яйцо снесли. Там никак нельзя. Там температура такая, что из досок. Вот уже там 15 лет. Бани допустим. Все еще смола вытапливается. Ясно, что там не выжить. Мы уступаем келью ласточки. Я попутно сказать. А тут никак нельзя. Пришлось прикрыть дверь. Вот. Это один день. Никто. Топить некому. Володя. Заранее объявили. Володя Пащенко. Сегодня занимается хлебопекарней. Ну я встал, как Сергей Радонежский. Говорит, один я свободен. Рука. Вчера Толева выворачивал я ее. Сейчас вот не могу. Всю ночь сегодня гудела, ныла. И все думаю. Ну где я ее так ударил? Где? Ну прямо не давало спать. Вот эта вот рука у меня. И все думаю, думаю. Сейчас стал говорить о бане. Да вспомнил. Бак. Шланг-то не достает. Качает из колодца. Там еще метров 10. И я его поднимал. И на выворот шла рука. На полок. А с полка там откуда доставал до котла. И наливал. Наливал в тазы и прочее. И рука шла на выворот. И на выворот. И все-то сделал. Тут уже и припухло. И всю ночь ломило. Горело. И даже не ожидал такого. И зачем мне это? Другое дело там пруды делаем. Сейчас думаем, как там перфоратором продолбить бетон. Как сделать, чтобы поднять уровень воды. Когда посередке уже железобетонный сток. А нам от него избавиться надо. И все это глина. Как? Голова, говорит, как Гена якобы говорил. Голова квадратная делается. Делаешь? Для Бога. И вот они залазят и кощунствуют. На наших ресурсах. Ну а кто он такой? Кому сказать? Отвечать некому. Бесы, демоны. У них имени нету. Демоны. И кто их? Я иногда узнаю, кто прихожане. Священник не расположен. Их травят, они идут. Большинство абсолютно матерятся. Ну староста в годах, пенсионеры. Мы приехали туда, а он гонит нас матом, гонит матом. Трехэтажным. Вот это православие сегодняшнее. Ну и священство чем занимается? Как надо молиться о том, чтобы настоящих, не волков видеть на этой должности. Мои ресурсы заходят и гадят, и гадят. Каждый день. А вот неправильно поступал с Никитой. Неправильно? Но вы же отмечаете, что у него изменения есть. На повышение пошел. Уже воспитателем поставил. А приехал никакой. Сейчас Виталий этот. Он совершенно работать не знает. Воварень шагает, шатается там. Тоже лишний жир. Все безразлично. И с этим человеком он приехал. Его не звал. Разведенный, как правило. Ну вы почему им не занимались-то? Мудрецы. Безбородые. Занимались бы. Он может встать и уехать, а он не уезжает. Вот я с ним расстаюсь. Вот он остался один лазить. Я показываю, как надо поступать. И вам-то как меня учить, когда вы ничего не имеете, не знаете. Ну набери таких. Ты хоть одного за себя держи. Такого. Так у меня приехал, тут Роман Малыш. Тут холодильники ставят. Откуда это? Подмосковье. Жена на Украине. Вот. Приехал Владимир Галендухин. С Екатеринбурга с детьми. Разные дети. Пятидесятников привез. Это не работа? И это ежедневно. Ежедневно. Вот не погода, а тут дожди идут. И надо занять. И чтобы сухие были. А тут комиссия долбит. Все переворачивает. Разбойные. Наезды делает. Что-то вред сделать. Почему? Они ничего не делают. А тут показать можно. Они работают. Как Солженицын говорит. Штаты. Штаты раздувать. И шпионов не переловили еще. Вот пограничник с собакой стоит. Кого ловит? Заключенных. Своих. Невинно осужденных. Так и сегодня. Ему надо хоть где-то задействованному быть. За что он деньги получает? Он никого не нашел. Как-то приехал американский шериф. И здесь. Его спрашивали. Это большая должность. По округу. Как во Франции. Кантон свой. Обслуживает. Какая раскрываемость? Он говорит. Сто процентов. Это редко у нас так. Сто процентов. Надо сто процентов. Даже во сне не видал. Нет. Найти-то никого не может. Кого-то избивают. Бьют. А потом меняют показания. Меня били. И то другое. Это милиция. Полиция-то какая. По отношению меня было. По-другому я говорю. Но вот это вот что нас наплывает. Это ладно ли? Не порошинки в глазу. Приходят. Снимают. Пузырится. Я у него ничего не брал. Как пишет Шолохов. С меня сапоги снял. И готов прострелять. Как будто я с него сапоги снял. Я не должен. Ни у кого ничего не брал. Никто мне ничего не давал. Дорогое родное государство. У меня деньёв раскулачили. Среди зимы выбросили на снег. Выбросили. Прямо на улицу. Деда моего. Моя Мария Егоровна. Мама. А это Егор Иларион. Еще три сына у него были. Еще. Макар. Всего лета Эммануил. Баню раскопали. Там деревянную лопату не отняли. В баню залезли. Ну зима. Сибирь. Ну подрастают. Бригадирами стали все. Тут война. Все трое окончили курсы. Говорят артиллеристов. И все у лафетов своих сложили головы. Вот и все. Родина мать вспомнила их. Так и здесь. У нас ребятишки-то какие. Посмотрите. Какие. Ну сравните со своими лагерями-то. Как они в храм ходят. Как одеты. Как за столом себя чинно ведут. Они приучаются в настоящей серьезной жизни. А те, которые кричат, лают-то на меня. У них ничего нигде нету. Вот даже шершней. Шершней мы выжали огнем. А дерево нам работать, убрать, к ним не подойди. За шершней борются. Как будто это дети абортированные. Так аборты ты делаешь. Ты жену подбиваешь на это. Вот приехал ко мне один. Привез племянник детей. И ему говорят. Жена беременна увидели. А уже двое ребятишек. И что? Просмотрели. То есть до определенного срока могут делать аборт. Это убивать младенца. А больше уже вредно. Прерывание беременности. А возраст репродуктивный. Просмотрели. Он говорит. Почему просмотрели? Наоборот. Мы рады. Да куда же вы их? Уже двое. Куда двое? У моей мамы было рождено 12 детей. 12. Двое младенчестве вымерли. Десять уже. Все выросли. Ни одного больного нет. Сестра Копыстина. Татьяна Копыстина проверяет. Как я здесь. Вот события вчера. В баню надо натопить. Приду. Залил водой. Я затопил ее. Все сырое. Растопил. Надо дать сигнал. Когда идти. Пошел там. Стирка какая. Сам рубашку постирал. Нижнее белье себе. Вышел в избе. Тищет. На улицу. Дождь идет. Это наша жизнь. Серьезная. Ребятишки. Все помылись. В интернете мы показываем. Всех расспрашиваем. День очень интересный. А вечером еще и богослужение. Покороче. Батюшка находится в Барнауле. А мы вот здесь. И там уже знают, что приезжала полиция. Полиция. Как-то забывая называть. Надо полиция. А я все милиция. И вот сейчас. По скайпу заходят. Вот это православный наш видеоканал. Открытый боком во свете Библии. Большое сокровище. Каждое утро выставляю 9 роликов. Каждое утро. Вчера 11. Ну и вот первое здесь занятие. Дар Божий свобода. Один час 17 минут. Другой 25. Ну уже ясно дело, что больше полутора часов. Вот 21 минута. Вот просто посмотрите. Здесь место молитвы. 50 минут. Уже на 3 часа тянет. 19, 9, 6. Это только выставлено. Вот посещаемость открыл. 37 минут назад. Это 10 человек. Как благоговенно принимать пищу. Это важно. Это больше всех. Место молитвы. Пейзажи. На любой ролик нападает. Раз и си нет. По порядку начинает. Вот допустим. Вот сегодня я выстрелил. И он не считал ничего. Под каждым матерки гонит. И все. Это прихожанин. Я не на раз клавил. И даже узнаю из какого храма. Ну кого причащаете-то? В бесовской отродье. Там златоузд говорят. Хуже демонов. Демон не сравнивлюбив. Демон не блудит. А это блудит. Лгут напропалую. Ну а зачем? Не нравится. Отошел бы и все. Нет. Он не может отойти. Он прилип здесь. Вот посмотрите. Сколько еще сейчас. Под замком. Это означает. Я их выставлю. Ну допустим завтра. Вот съемки крещения и деревьев. Как было крещение. Это завтра уже выставлять буду. Разбор фильма. Я легенда. Пресс романа. Малыша как приехал. Знакомься с приезжим. И им о наших правилах. Вот. Лыковы не были под защитой Организма закаленного. Не подвергайтесь себя опасности. Видите какие все. Оглашенное в притворенной литургии верных. Помазание крещаемого Алексея. Вот так. Дети учатся выпекать хлеб. Дети учатся. Ну вообще тут посмотрите. Ребятишки как. Какие темы. Вот замки выставлены. Это в другом месте выставляют. Запись журнал приехавших. Все интересно. Занятия с детьми. Выжить любой ценой. Грилс. Бер. Вот. Почему разговаривали. Почему разговаривали. А вот так говорю. А вот так говорю там. Рыжковский северный пруд. Это номер третий. Роспотребсоюз атакует. Это убирали его. Уже было почти тысячу посещений. И одна просила убрать. Что она с паспорта показала. Не надо вам его фотографировать. Много времени потеряли. Ну бог милый. Вот видите. Сколько еще. Впереди замков. Замков. Которые. Которые не сняты. Вот. А во вторник уже. Будет отправлено от нас. Заходите сюда. Знакопленные за неделю. Сколько снимаем. Вот. Просмотров 3 миллиона 80 тысяч. Подписчиков. 3 тысячи девятьсот восемьдесят восемь. Вот. Мой мир. Там у меня несколько страничек. Вот такой. Где я просто в шапке. Заходите. Здесь. Почта. Вот. Заводим. Вот слева. Почта. Можно что написать. Вот. А если нажать. Вот эту первую. Видимо она для меня только. Что кто написал. Это что у нас. Это наш форум. Православный форум. Посмотрите. Как он выглядит. Очень большой форум. Большой. На этом форуме. На этом форуме. 1592 тема. Ну и самое драгоценное. Что есть. Это сайт. Сайт. Сайт удивительный. Во свете Библии. Православные. Библейские сайты. Самое ценное на сайте. Даже не то что златоус полностью насчитан. А вот это вопросы и ответы. Показываем. Приглашаем. Кто желает. Кто-то вы увидите здесь. Я настаиваю на том. Что такого нигде в мировой сети нету таких ответов. Да они не знают. Никакие академии тут не помогут. Потому что на каждый вопрос полностью отвечаю по Святой Библии. Житиям святым одновременно. По трудам святых отцов и по канонам церкви. Книгу правил. Вот так. На этом все.